Здравствуйте! Вы смотрите программу Круг Новостей Культура. Сегодня я представляю вам девушку, которую называют фронт-вумен российской рок-музыки. И это правда, потому что она все время на передовой. Каждый год по альбому совместные проекты, в том числе с известным японским музыкантом Кадзуфуми Миядзавой. В 2004-м провокационный клип, который музыкальные каналы отказывались брать в ротацию. В том же 2004-м молодежная премия «Триумф» за достижения в области литературы и искусства, участие в рок-фестивалях даже в японском «Фудзи-фест» и неизменно живые концерты. Знакомьтесь, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. Я буду ждать тебя в самолетах, в поездах, в плену горных рек, в плену горных птиц. На разных языках чужие профиль, фас, везде тебя найду. А время года, знаешь ли, неважно. Я буду звать тебя без шума, без имен, без прошлого люблю. Мне так уютно в нем, в плену речных озер. На разных языках везде тебя найду. А первым быть мне, знаешь ли, неважно. Бегущая по волнам, ты закрываешь глаза, я поцелую тебя, как тогда в кино. И захлебнусь в скромной радости, ты со мной, моя актриса. Я буду петь тебе, необходима вслух, в мансардах голубей. Нечаянно всю ночь, в финальных виражах, в Женеве и в Москве. Я буду петь тебе, я буду петь тебе, я буду жить, как ты. Так честно и еще, не звать чужих в постель, пусть холодно и лед. Я думаю, что тот из нас, кто не умрет, подышит за двоих. А первым быть мне, знаешь ли, неважно. Бегущая по волнам, ты закрываешь глаза, я поцелую тебя, как тогда в кино. И захлебнусь в скромной радости, ты со мной, моя актриса. Я буду ждать тебя, ну вот такая получилась. Диан, у вас вы начинали как акустический коллектив, потом были электрические альбомы, потом появились новые какие-то акустические вещи. Я не спрашиваю, почему, мне интересно, как это сейчас. Это две параллельные жизни или это настолько перемешалось, что сейчас трудно разобраться? Клевый вопрос. Огромное спасибо за него. Почему? Потому что действительно никто до сих пор не может разобраться в истории этого коллектива, который называется «Ночные снайперы», который образовался в 1993 году. В связи с тем, что такое количество людей поменялось, ну пришлось расстаться, во-первых. Во-вторых, такое количество разных жанров в себя этот коллектив вобрал. Нормально, что я говорю от третьего лица о себе. Почему? Да ладно, но действительно, была акустика, и была очень здоровская акустика, она мне очень нравилась. Потом я поняла, что мне этого мало. Мало не всего каких-нибудь денег, да, банально, а мало, потому что мне становится скучно, мы в этом жанре себя уже исчерпали. Появилось электричество. Электричество не понравилось практически никому. Тогда я сделала следующее. Я сказала, не нравится? Мы будем играть. В таком случае, я замораживаю акустику вообще, и не будет. Я добьюсь того, что вы примете электрические песни. И я этого добилась, кстати, благодаря украинскому парню Евгену Ступкину. В Киеве мы записали альбом СМС, «Цунами». Это был, конечно, прорыв. Для нас самих я имею в виду. А сейчас, почему здоровский вопрос, потому что мы подошли к такому состоянию, когда мы заслужили возможность все это не то, чтобы смешивать, а играть и то, и другое. То есть я разморозилась. Я разморозила акустику. И мне это, безусловно, очень приятно. Потому что зажимать что-то в себе я не умею. Обещали альбом новый в октябре. В октябре не получилось. В силу того, что Кошика, альбом японский, который мы хотели выпустить когда-то, тогда-то. Чуть ли не весной. Да, да. Он вообще вышел, опоздал. Вот какая штука происходит. Понятное дело, что когда опаздывает альбом, раз, когда опаздывает, например, артист на сцену, когда человек читает какие-то сплетни. Во всем винит, понятное дело, в данном случае меня. Но я правда говорю, что я к этому не имею никакого отношения. Потому что существуют две параллельные истории. Это административная и творческая. Я занимаюсь второй. Ну, ясное дело. И я пишу песни намного, я прошу прощения, быстрее. И мы быстрее пишем альбом, нежели он выпускается. Хорошо, что выпускается, кстати. Потому что вспоминая начало прошлого века, многие же вообще писали в стол. А у нас получается выпускать. Поэтому я предлагаю все-таки дождаться февраля. Альбом сейчас в работе. Я предлагаю дождаться февраля. И в феврале как раз-таки послушать то, что у нас получится. К тому же это будет, я думаю, интересно в силу экспериментальности того, что я сейчас делаю. Загадочно. Ой, сколько я всего, я представляю себе, прочитаю опять. Ну ладно. Диан, у вас была роль в спектакле в Амхате «Под шум волн». Саму себя играли, в общем-то, да, девочки? Я песни, песни, песни просто пела. Ну и в телевизионном проекте участвовали недавно. Да, я не вышел. Я к чему? Никогда не хотелось попробовать себя в роли актрисы? То есть ни к чему не имеющему отношения к музыке? Да хотелось, конечно. Но дело в том, что, слава богу, что находятся рядом люди, которые тебе могут, друзья я имею в виду, которые могут тебе конкретно и жестко сказать. Например, Лариса Сергеева, с которой очень дружой, которая находится вот здесь тоже в гостинице, вот она сидит, кастинг-директор Мосфильма и Ленфильма в том числе. Она мне сказала, слушай, ты вообще не актриса, ты ноль, ты полный ноль. А я подумала, если я ей доверяю, то зачем себя пробовать? Вот и все. Ну, конечно, бы хотелось, потому что в какой-то момент музыки становится не то чтобы мало, но хочется попробовать что-то еще. И я знаете, как выхожу из ситуации? Я пишу музыку для фильмов. Здорово. Вроде бы себя, скажем, не то чтобы не предавая, но если бы мне предложили, я бы почитала сценарий, и, может быть, хотя бы маленькую, маленькую, такую маленькую роль, хотя бы, ну, просто там, я не знаю, ну, просто пум и пройти. Сотрудничество с Би-2, надолго это? Еще что-то будет интересное? Это спонтанно, было всегда. В смысле, так получилось, что это было спонтанно. Мы шли по Берлину, и они предложили мне спеть звезду, медленную звезду. Отличная звезда. Да, я послушала Левику, мне очень понравилось, я сказала, да, я спою. Спела, а потом появилась «Кукуруза», это моя песня, которую они мне помогали делать. Потом возник вот этот альбом, который мы пишем, не то чтобы совместно, потому что все песни мои, музыканты и так далее, но они помогают мне очень, точнее, Шура один, потому что Левка больше творчества, там, ну, занимается творчеством в группе Би-2, а Шура он и творчеством, и административным, то есть у него такое количество энергии, что хватило и на меня. Поэтому я не знаю, когда это закончится, но мы так стали дружны и так друг друга полюбили, что, в общем, я не думаю, что... Что еще что делать? Хочется друг друга оберегать, это самое главное, потому что какая, в общем, разница, я сейчас крамольную вещь скажу, сколько ты альбомов записал, сколько ты интервью там провел, неважно. Главное ведь получать от этого наслаждение и встречать людей, которые становятся друзьями. Вот для меня, например, Шура и Лева стали действительно взрослыми, старшими друзьями, такими, ну, братьями, и мне это нравится. Кстати, вот об интервью, о публичности вообще. Ну, как-то вот мне не попадалось нигде в интернете, я массу всего прочла вас, не попадалось мне никаких там сообщений с каких-то тусовок, вот не имеющих отношения к концертам. Ой, бывает, 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 да, бывает, и... Ну, бывает достаточно редко. Ну, не публичный человек, не любите? Тусовки я не люблю, мне скучно. Ну, то есть я не понимаю, ну, вот это что, вот нужно вот там такой длинный стол, фуршет, то есть все ходят, напиваются, и по мере напивания начинают общаться. Мне правда скучно, я лучше посижу дома, почитаю братьев Карамазовых, извините. Либо погоняю там на машине, вот там, либо там просто подышу воздухом. Ну, это не мое, потому что в каждом... Либо в этой тусовке должен быть человек, с которым я хочу пообщаться в какой-то момент. При том, что у меня действительно очень хорошее отношение со всеми людьми, которые там населяют огромное поле под названием шоу-бизнес, но нет врагов, завистников и так далее. Но меня ни разу на такие мероприятия не тянуло, и никто вообще не тянул. Мне кажется, что это такая поступорожная трата времени, и тут меня пристали приглашать. Говорит, и на машине погонять. Что слышала, на самолете летаете? Не, не летаю, я подняла один самолет, полетала на реактивном, но больше опытов не было, нет времени, раз. Что касается машины, то Москва сейчас, ну, если говорить про наше государство, Москва пребывает в таком ужасном, катастрофическом положении. В смысле пробок? Пробок. Это не Ольга, это невыносимо. Утром ты выезжаешь, и ты можешь ехать три с половиной часа. Слава богу, если там все уже решают свои дела в машине, по телефону, с компьютерами, слава богу, что все тоньше и тоньше становится компьютеры. Но люди сходят с ума. Это невозможно, невыносимо. Мне подарили, когда Синбернара, я уехала из Москвы за город. Я, мне кажется, тем спаслась, потому что у меня нет никакой нужды выезжать в город каждый день. Но что же делают те люди, которые в офисы ездят, потому что это невыносимо. Я даже в какой-то момент подумала, почему бы не сделать центр города платным. Ну, вот такая действительно крамольная идея. Но когда по центру города, по чистым прудам ездят какие-нибудь фуры, грузовики какие-то непонятные, раз, и совершенно невменяемого качества обслуживания машины, такие просто ведра, джигули, это просто кошмар. И проехать невозможно. Все стоит. Ну, ладно, это просто насущно. Ты дарила мне розы, розы пахли полынью. Знала все мои песни, шевелила губами. Исчезала мгновенно, не сидела в засаде. Никогда не дышала, тихонько в трубах. Мы скрывались в машинах равнодушных таксистов. По ночным автострадам нарезали круги. Ты любила холодные обжигающие виски? И легонько касалась горячие руки. Ты любила холодные обжигающие виски? И легонько касалась горячие руки. А потом было лето. Мы кричали сезонали, мы с тобой одной крови. Мы небесных кровей. Твои драные джинсы и монгольские скулы. Ты была моей тайной, засновой моей. Твои драные джинсы и монгольские скулы. Ты была моей тайной, засновой моей. Твои драные джинсы и монгольские скулы. Ты была моей тайной, засновой моей. Ей-ей-ей-ей-ей-ей 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 Мне нравится, знаете, какая песня У меня зона доступа Ну я оцениваю, конечно, с точки зрения мелодики И текст, кстати, тоже не дурен Ну такая, ну, это вот группа, которая будет держаться, пока будет исполнять Вот именно такие шлягеры Это не хиты, с моей точки зрения А шлягеры и будет подпитываться именно кино Ведь, понимаете Она поднялась благодаря кино, конечно Благодаря этой композиции А что касается группы Братья Гримм, то, видите, как я все персонально разбираю То это очень образованные парни с точки зрения музыки Музыкального образования И, ну, если уж мы говорим о том, что рок все-таки есть С чем я не согласна Ну, и говорим, Братья Гримм, либо город 312 Ну, конечно, Братья Гримм, безусловно То есть там совершенно другие законы вообще, всего Вот И знаете, что меня интересует? Я думаю, почему все стремятся вот называться роком? Там, рок-н-роллом Да зачем? Если ты поешь популярные там песенки Так нормальные Это хороший шлягер Господи Дитпиаф тоже начинала с того, что была шансонье И к тому же пела на улицах У нас почему-то считается так Так вот, попса это не серьезно, а рок-н-ролл это серьезно Так где этот рок-н-ролл во-первых? Если хорошие серьезные артисты, это всегда серьезно Не важно в каком жанре, наверное Да, и в каком жанре это абсолютно не важно Вот мне, например, опять же Я всегда говорю не в том смысле, что повторяюсь Вот если говорить о популярной музыке Мне нравится Меладзе, очень нравится Мне нравится Агутин Вот что касается мужчин Мне кажется, это очень прекрасные примеры Вот А зачем всем слепо лезть Вот группа зверей, это ни в коем случае, конечно, не рок-н-ролл Какой-то рок-н-ролл Рок-н-ролл это майк на ум